Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с самыми свежими и актуальными событиями этого часа. Проверка на прочность. В Самаре продолжаются гидравлические испытания. Расписали по пунктам, как будут строиться новые отношения между собственниками жилья и управляющими компаниями. Спел серенаду о Самаре. Американский турист после Мундиаля посвятил песню волжскому городу. В Самару приехал министр экономического развития России Максим Орешкин. С 31 июля по 1 августа в городе пройдет двухдневный семинар, посвященный роли регионов, разработке и реализации национальных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышению производительности труда. Также пройдут круглые столы по федеральным проектам, системные меры повышения производительности труда, экспертная поддержка предприятий несырьевых отраслей и поддержка занятости. Максим Орешкин помимо семинара совещания также посетит Средневолжский механический завод. Наши корреспонденты работают на месте. Подробности визита министра смотрите в наших следующих выпусках. Проверка на прочность. В Самаре продолжаются гидравлические испытания. Из-за проведения чемпионата мира тепловые сети начали проверять с середины июля. Неделю назад стартовали испытания на Самарской ГРЭС на Волжском проспекте. Уже проверили Самарскую и Безымянскую ТЭЦ и Центральную отопительную котельную. Из-за этого в сотнях домов отключили горячую воду. Параллельно с этим сейчас в городе ремонтируют теплотрассу в районе Нововокзальной и Карла Маркса и еще одну возле Самарской ТЭЦ. Поэтому с 1 по 12 августа горячей воды не будет в границах улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Нововокзальная, Вольская, Металлургов, Металистов и Свободы. Также это коснется улиц Волжский проспект, Максима Горького, Братьев Коростелевых, Комсомольская площадь, Пятигорская, Новоурицкая, Авиационная, Клиническая, Дзержинского, Партизанская, Аврора, Гагарина, Революционная, Новосадовая, Соколова и Лесная. Дать подробную информацию сегодня, к исходу дня у нас, если есть, где повреждения. Отдельную информацию по первой позиции идет по перекладкам. Вторая позиция это по отключенным потребителям, по генералистским испытаниям, сколько повреждений. И третья позиция это тепловая вода и везде графики. Сотрудник изолятора сам отправился за решетку. Приговор, вынесенный Центральным районом судом Тольятти, по делу Сергея Шоуба, вступил в законную силу. Напомним, в декабре прошлого года против майора внутренней службы возбудили уголовное дело. Шоуба пользовался своим служебным положением и получал взятки от заключенных СИЗО номер 4. За это он предоставлял им телефон и сим-карты. Сейчас майор признан виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Также Шоуба не сможет занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет. 21 год строгого режима в Самарской области задержали двух наркодилеров. Ими оказались жители региона Виталий Царегородцев и Константин Степанов. В Сызрани и Октябрьске они занимались торговлей героина. Сотрудники ФСБ поймали мужчин с поличным в момент транспортировки очередной партии наркотиков. В их машине правоохранители обнаружили и изъяли 480 граммов героина. В сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело. А 17 мая Сызранский районный суд приговорил Царегородцева к 11 годам, а Степанова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А теперь коротко о других темах дня. Более полутора тысяч миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге в Самарской области и приведены высшие степени боевой готовности. По данным пресс-службы ЦВО, мотострелки приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике, автомобилях «Урал» и «КамАЗ», а также бронетранспортерах. На Тотском полигоне два соединения проведут двусторонние учения с участием свыше 400 единиц техники. Отдельный день выделят под отработку тактических действий с боевой стрельбой. Начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией стал подполковник полиции Дмитрий Семенов. Он уже длительное время работает в подразделении, которое теперь возглавил. В 2016 году Семенов занимал пост начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД России по городу Тольятти. До этого был руководителем 3-го оперативного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Самарской области. Его предшественник на новом посту Михаил Яркин из команды бывшего начальника ГУМВД Сергея Солодовникова проработал в должности с 2015 года. Похитителей дорожных знаков в Самаре осудили на полтора года лишения свободы. Весной этого года два жителя Самары украли в Куйбышевском районе 7 дорожных знаков и ограждения с места проведения аварийно-восстановительных работ. Сначала один из злоумышленников украл 3 знака и стойки. Бригада поставила новые знаки, но меньше чем через сутки их снова похитили. Вскоре злоумышленников задержали. В Автограде на бульваре космонавтов торжественно откроется архитектурная композиция «Звезды космоса». Предполагается, что на церемонию приедет космонавт с самарскими корнями, герой России Михаил Корниенко. В честь него также будет установлен персональный арт-объект «Звезда-летчик-космонавта Корниенко». Мороженое команды «Крылья Советов» появится в Самаре. Его будут продавать сегодня на стадионе «Самара-арена» во время матча команды с московским ЦСКА. Попробовать мороженое с логотипом «Крылья» в «Больщике» смогут во время встречи в первом туре российской премьер-лиги. Расписали по пунктам. В Самаре продолжается внедрение новых отношений между собственниками жилья и управляющими компаниями. Так называемый модельный договор разработали в областном правительстве и рассчитывают с его помощью повысить качество работы коммунальщиков. В новом документе разбирался Сергей Кизоркин. Грязные подъезды, протекающие трубы, неделями заваленные мусором свалки. Теперь такие картины уже в прошлом, в тех самарских дворах, где Совет дома подписал с управляющей компанией модельный договор. Документ разработан в самарском правительстве. Там прописаны все нюансы сотрудничества между МКД и коммунальщиками. О модельном договоре популярно рассказывают в районных администрациях Самары и в государственной жилищной инспекции. Управляющие компании уже многие заключили такой договор. На текущую дату таких договоров порядка 4 тысяч, которые со своей стороны также понимают, что это сейчас является неизменным и обязательным. Диалог надо налаживать, и он выгоден не только для жителей, но также для управляющих компаний. Все больше управляющих компаний Самары региону выбирают модельный договор. Предложенный правительством Самарской области документ максимально защищает права и интересы людей. Начиная от контроля за расходованием денег управляющей компанией до вида и качества выполняемых работ. В любое время жители дома могут отказаться от какой-либо услуги и выбрать новую. Впрочем, они могут отказаться вообще от услуг управляющей компании, если она их не устраивает. Все эти детали скрупулезно прописаны в модельном договоре. Все прописано четко по срокам, когда, кто и перед кем как отчитывается. Очень активно прописано активное участие самих жителей, актива дома, совета многоквартирного дома в разработке планов текущего ремонта, в составлении дефектных ведомостей, смет, ну и так далее. То есть мы очень плотно, активно работаем с жителями, и вот модельный договор, он помогает нам в этом. Модельный договор позволяет работать более эффективно всем участникам коммунального рынка. Собственники квартир должны создать совет дома, заключить модельный договор и активно сотрудничать с управляющей компанией. В срок вносить кварплату, а управляющие и ресурсные компании предоставлять услуги качественно и вовремя. По мнению разработчиков модельного договора и представителей управляющей компании с рынка коммунальных услуг уйдут те, кто пришел просто собрать деньги и испариться, оставив людей с их проблемами. Останутся организации, которые действительно заинтересованы в улучшении качества комфортной городской среды. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, События. Двор своими руками. Жители Красноглинского района взялись за стамеску и рубанок. Деревянные скамейки, столики и скворечники скоро появятся во всех дворах Самары. В этом жителям поможет программа «Твой конструктор двора». Андрей Горгуленко подробнее. Пока чай на сосновых шишках заваривается, жители Красноглинского района сами создают украшения для своего двора. В фестивальной палатке горожан обучают всем стадиям работы деревообработки. Сначала вместе с мастерами рисуют узоры, затем выпиливают их и, наконец, шлифуют готовый материал для спинки лавочки. Мастера признаются, что обучить АЗАМ за короткое время очень просто. Это достаточно просто все делается. Просто нужно нажимать на кнопку и держать, и шлифовать до того состояния, пока не станет гладкой. Площадку для того, чтобы научить жителей Красноглинского района мастерить из дерева, выбрали не случайно. Двор дома номер 24 по четвертому кварталу – любимое место для прогулок. Удобное место расположения. Она находится в центре поселка. Поэтому это удобно для всех, для проведения праздников, всяких мероприятий. И просто прийти здесь и отдохнуть со своей семьей. Деревянные скамейки, столики, скворечники скоро появятся во дворах по всей Самаре. Поможет в этом новая программа «Твой конструктор двора». Жители города сами, словно конструктор, смогут собрать деревянные украшения своего двора. Любой проект, он не может абсолютно каждый дворик, каждую площадку собой накрыть. Потому что есть определенная очередность программы и процедуры подачи заявок, выполнения объема финансирования. А вот когда абсолютно у каждого двора, у каждого подъезда появляется возможность что-то сделать своими руками, и они знают, что они хотят, то я считаю, что этот эффект только удваивается. Чтобы получить финансирование своего проекта, достаточно принять активное участие в рейтинговом голосовании. 9 сентября будет решаться, какой из кварталов получит 100 тысяч рублей на деревянное обустройство. Чтобы было где с соседями выпить по чашке чая на сосновых шишках. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Американский турист под впечатлениями о России после чемпионата мира по футболу сочинил песню о Самаре. В сети появился ролик, где американец поет о том, какой это удивительный город и как его поразила одна незнакомка по имени Марии. В видео мелькают планы Волги, набережные и фан-зоны. Сам автор исполняет песню в стиле Элвиса Пресли. Сегодня из-за игры Премьер-лиги чемпионата России по футболу в Самаре изменится движение транспорта. С-5 будет ходить по длинному и укороченному варианту. Длинный маршрут от улицы Тухачевского через ЖД вокзал с конечной на Самаро-арене. Укороченный маршрут проследует до стадиона Самаро-арена от Барбошиной поляны. Движение будет организовано с 4 вечера и до 12 ночи. Шаттлы С-5 будут ходить со всеми остановками. И вот какие сюжеты сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Кадровая стратегия – достояние региона. Сегодня в Самаре стартовала третья областная стратегическая сессия. Вручили медали людям в белых халатах. В Самаре честовали медиков, отличившихся во время проведения ЧМ. 20 лет на защите закона. Судебный департамент Самарской области отмечает юбилей. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»